Несколько часов назад Владимир Путин прибыл в Словению, где у российского президента пройдут переговоры с его коллегой, но прежде историческая часть программы. Российский лидер примет участие в нескольких церемониях. Все они связаны с нашей общей историей и общей памятью, которую в этой стране наряду с Россией бережно хранят от тех, кто пал в годы Первой и Второй мировой войны. В Словении находится наш корреспондент Екатерина Березовская. Екатерина, ждем от вас подробностей. Елена, добрый вечер. Мы находимся на территории президентской резиденции. Тут все буквально утопает в зелени. И вот по дороге сюда особенно хорошо видны так называемые Юлийские Альпы. И вот именно в горы первым делом отправился Владимир Путин. Там начался его визит. Президентский кортеж из аэропорта Любляны поехал по крутому серпантину, чтобы оказаться на высоте тысячи метров над уровнем моря на перевале Вршич. Особенно обычно там слышно лишь пение птиц, но сегодня вспышки фотоаппаратов, десятки телекамер и сотни гостей, которым едва хватило места на небольшой возвышенности. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Под аплодисменты и пение хора, он исполнял, кстати, русскую народную песню, как «Пойду я на быструю речку», президенты России и Словении поднялись в крохотной деревянной часовне. Она символ дружбы двух стран и память о трагедии. Сто лет назад дорогу через перевал Вршич строили русские военнопленные. Сошла лавина и больше трехсот наших солдат погибли. Их товарищи возвели часовню, за которой словенцы уже век бережно ухаживают. И Владимир Путин отметил, именно так и выглядит уважение к истории, которая переплела судьбы России и Словении. Я от всего сердца, от всей России, от себя хочу поблагодарить Словению и славянцев за то, что вы делаете для сохранения памяти о жертвах, которые мы все вместе, и в том числе Россия, принесли на алтарь победы. Это не только в Первой мировой, но и во Второй мировой войне. Я хотел бы выразить искреннюю признательность руководства Словении, членам общества «Дружба Словения-Россия», другим общественным организациям, всем славянцам за бережное отношение к нашей общей истории, за память о российских гражданах, судьба которых оказалась связанной с трагическими событиями на славянской земле. Хотел бы поблагодарить за искреннее стремление и усилие по укреплению фундамента европейского единства, на котором и должно строиться будущее Европы. Президент Словении также отметил, в этом памятном месте чувствуешь особенно остро, как важно сегодня не повторять ошибки прошлого. По словам Борота Пахора, победить мировое зло, терроризм можно только всем мировым сообществам. Это возможно. А удастся нам это лишь при одном условии. Если все свободолюбивое и свободомыслящее человечество объединит силы. Речь идет о таком серьезном вызове, что мы должны для его решения переступить даже самые большие препятствия и различия между нами. Диалог, диалог и диалог. Это нелегко и не будет легко. Мы должны будем перебороть взаимное недоверие и еще многое другое. Однако цель имеет жизненное значение, а намерение благородно. Мы должны искать и искать, и найти способ обеспечения постоянного мира и безопасности. Возложение венков, православная служба, свое столетие, часовня, центр торжеств. Отмечу, что мемориальная часть сегодняшнего визита очень насыщенная. Владимир Путин и Борт Пахор откроют и памятник русским солдатам, погибшим во времена Первой и Второй мировых войн. Он находится в Тихом сквере на окраине Любляны. О создании этого монумента в Словении заговорили еще пять лет назад во время визита Владимира Путина. С тех пор работу по подготовке курировали на самом высоком уровне. Страшные страницы истории. Скульпторы воплотили вот так лаконично и проникновенно. Журавли взмывают в небо, будто души тех, кто сражался за мир. Кстати, открытие памятника — это центральное событие Дней Российской Духовной Культуры в Словении, который проходит с 29 июля по 1 августа. В планах также и в 2017-2018 годах организовать перекрестные сезоны культуры России и Словении. Но помимо культурного сотрудничества, президенты России и Словении сегодня обсудят и важные экономические вопросы. На вечер запланирована встреча президентов России и Словении. И мы будем следить за событиями здесь, в президентской резиденции. Елена. Спасибо, Екатерина. Будем ждать от вас новых сообщений. На прямой связи из Словении, куда с визитом прибыл в президент Путин, была Екатерина Березовская.